Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 14 декабря, температура воздуха в Алании 17 градусов. И вы сами видите, как плотно затянуто небо темными тучами. Ночью начался сильный дождь, он сопровождался громом и молнией. От раскатов грома и вспышек молнии мы проснулись, я думаю, что не только мы. Мы выспаться сегодня не удалось, потому что грохотало так, что содрогались стены. Я в какой-то момент даже подумала, что может быть землетрясение, но слава богу, все обошлось. С утра мне попалась информация о том, что в Анталии шторм и наводнение. Я позвонила дочери, она с мужем живет в Анталии. Ну, ничего страшного там не происходит, все то же самое, что и здесь. Идет дождь, гремит гром и сверкает молния. Дождь у нас продолжается и весь день, но вот сейчас такой небольшой перерывчик. И я выбежала на море, заодно вы полюбуетесь, а я думаю, что успею записать видео. Сегодня понедельник, а это значит, что мы с вами подводим итог прошедшей недели, финансовый итог. Мы с вами подсчитываем, сколько денег необходимо для проживания в Турции среднестатистической семье из трех человек. Конечно, подсчеты наши будут субъективными. Расходы – это дело сугубо индивидуальное и складывается из многих факторов. Один из них – это образ жизни и привычки. В моих подсчетах вы не увидите статьи расходов на алкоголь и сигареты. Я вам должна сказать, что курить и выпивать в Турции – это довольно-таки дорогое удовольствие. Пачка сигарет, как и банка пива, стоит в районе от 13 до 15 лир. Бутылка самого дешевого вина – от 35 лир. Водка – от 150 лир. Виски – от 200 лир и выше. На днях появилась информация о том, что эти цены на алкоголь и сигареты будут повышаться. Но это здесь происходит периодически. А также теперь на выходных запрещена продажа алкоголя в магазинах. То есть суббота и воскресенье – это комендантские сутки в Турции, когда все сидят по домам. Выходить можно в определенное время только в магазины, но вот приобретать там алкоголь нельзя. Честно говоря, я думаю, что турков эта информация не особо расстроит. Мне так кажется, что турки – это малопьющая нация. А если кому-то и приспичит, то, в принципе, закупить алкоголь можно и в будние дни. Ну и, конечно, при подсчетах расходов нужно учитывать количество детей в семье, квартиру, в каком она состоянии, в каком комплексе находится, рацион питания и транспорт. В нашем случае это собственный автомобиль. Мы его пригнали сюда с родины. Пока я не подсчитываю, какие у нас на него расходы. Думаю, что сделаю это в конце месяца. Но если вам интересно, как мы его сюда пригнали, как мы его здесь обслуживаем, во сколько все это выходит, то вы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я могу сделать на эту тему отдельное видео, но придется мне привлекать мужа. Одна я эту тему не вывезу, так как не занимаюсь машиной. Ну а если собственного автомобиля нет, то остается общественный транспорт. И здесь нужно учитывать чистоту поездок и стоимость. Кстати, на прошлой неделе тарифы на проезд в городских автобусах поднялись. И теперь одна поездка стоит 3,65. Для пенсионеров и врачей 3,15. Для школьников, ну для учащихся 2,20. Вы видите, какой поднимается ветер, опять собираются там темные тучки. Я думаю, что сейчас пойдет дождь, но все-таки надеюсь, что успею договорить. Итак, это то, что касается транспорта. Эти тарифы действуют с 10 декабря. Есть еще информация о повышении цен. Она касается исторических памятников и природных заповедников. Цены, кстати, на проезд в общественном транспорте поднялись на 15%. А вот на исторические и культурные места они поднимутся до 30%. Но произойдет это 1 мая 2021 года. И посещение, вот допустим, крепости здесь в Алании будет стоить 40 лир. А посещение церкви святого Николая в Демре 75. Так что жизнь дорожает. И наши с вами подсчеты, которые мы делаем сейчас, могут измениться уже на следующий день. Я думаю, что мне пора заканчивать. Вы видите, какой сильный поднялся ветер. Даже несмотря на то, что я пытаюсь тут спрятаться немножечко за пальмами и деревьями, мне это не очень помогает. Да, ветерок. Сейчас хлынет дождь. Я думаю, что где-то поблизости должен быть мой муж. Сейчас он придет меня спасать зонтиком. Ну и дальше. Сейчас я вам уже буду в подробностях показывать наши походы, наши покупки сегодня. Что и как у нас происходило. Нет, ну я же такая, что пока сейчас меня дождем не намочит, я не уйду. Да, вы посмотрите, что творится. Как быстро меняется погода по несколько раз в день. Ой, какой сильный ветер. Ну давайте подойдем ближе к морю. Да, вот вы знаете, конечно, в шторм я бы на море не пришла. Но я думала, что погода будет более-менее. И раз уже мы с вами здесь, то давайте на это посмотрим. До воды, кстати, еще далеко. Но вы видите, что вот уже начинается мокрый песок. Это значит, что волны доходили и сюда. Море сегодня, конечно, волнуется. Ничего себе. Ну и вы знаете, ни одна я такая лягушка путешественница. Что-то я не могу посмотреть. Что-то я не могу посмотреть. Я не пойму, то ли на меня брызги с моря идут, то ли это уже дождик начинается. Но буду, наверное, все-таки я уже отсюда уходить. Я, кстати, первый раз такое вижу, чтобы... Ну вот сейчас нашу кафе отнесли полосатой лентой для того, чтобы туда никто не заходил. Место очень красивое. Я его приглядела. Вы знаете, сейчас выбираю для себя такие локации на море, чтобы и вам тоже было интересно смотреть на эти картинки. Да, надвигается шторм, идет ураган. Я думаю, что он может принести с собой нехорошие последствия. Особенно, конечно, для фермеров. Потому что такой сильный ветер, он ломает теплицы, он повреждает урожай. И, конечно же, люди несут убытки. Да, очень тяжелый труд у фермеров. Тут еще и погода не радует. Но все, уже идет дождь, я начинаю мокнуть. Убегаю, все. А, кстати, моя сумка, я же ее оставила под пальмой. Все, бежим отсюда. От дождя убежали, а сейчас давайте разберем покупки. Начнем с магазина Шок. Это большая разветвленная сеть. Ее магазины есть во всех городах Турции. В каждом их районе по несколько штук. Шоки очень демократичные цены. Возьмем огурчики. Баночку 4,95. Так, здесь мне нужно специи. Вот 3,95. Это зелень сушеная. Ну, такие вкусовые добавочки, приправочки. И мороженое Тимуру. Мороженое, кстати, зимой продается не во всех магазинах. Вот в Биме его нет. В Шоке есть. Пока еще... Ну, так, он любит фруктовое. А где? Здесь я вижу только... А, вот это он любит мороженое. Сейчас я вам покажу его. Вот его мы и возьмем. Вот оно какое на картинке, такое и внутри. Вкусненькое, красивенькое. Так, я сейчас не скажу, какая именно его цена. Мисс Голд. А, ну, вот оно, 12,75. Его вес 640 грамм. Ну, здесь, в принципе, все то же самое, что и в Биме. Такие же продукты. Но почему-то я предпочитаю закупаться там. Наверное, Бим мне вообще попался первый, когда мы сюда приехали. И я к нему больше привыкла. И, кстати, я вам могу сказать, что и цены практически такие же. А здесь рай для тех, кто любит специи. Чего только нет. Гвоздика, корица, стружка, кокоса. Нам, кстати, нужна корица. Вот такую мы возьмем. 5,75. Есть молотая. 4,10. И гвоздичку. Гвоздика 3,20 стоит. Мак. Кстати, обратите внимание. 8 лир стоит пакетик. 200 грамм. Перчики. Сразу вам с ценами показываю, чтобы вы сами уже ориентировались, что почем. Могу подсказать лайфхак для тех, кто любит бешбармак и хинкал. Здесь, к сожалению, не продаются специальные лепешки для этих блюд. Но мы научились. Берем вот эти. Они, конечно, дорогие. 23 лиры, полкилограмма, 500 грамм. Ну, они подходят, да. И для бешбармака, и для хинкала. Конечно же, я не смогу показывать вам все наши покупки в подробностях. Тем более, когда мы покупаем что-то по мелочи. Да, и не во всех магазинах это приветствуется. Сейчас я собрала те продукты, которые мы купили сегодня в течение дня. Ну, давайте начнем. Орешки, фисташки, кешью, миндаль. Каждый из этих пакетиков весом 150 грамм. Стоит от 13 лир и выше, в зависимости от ценности орешка. Мороженое показывала. Специи тоже. Булочки. Обычная сдоба называется очма. Каждая из этих булочек стоит 2,80. Они с небольшими шоколадными вкраплениями. Мы сначала думали, что это изюм. Круассанчики с шоколадным наполнителем любит Тимур. Здесь 10 штук. Общий вес этой упаковки 300 грамм. И стоит все это 8,45. Далее хлеб для тостов. 670 грамм 4,50 стоит. И деревенский хлеб, который я искала в прошлый раз. Не смогла найти. Сейчас он продается. Но он всегда в свободной продаже. Видимо, просто в тот момент его раскупили. Большая упаковка 600 грамм 3,95. Он стоит. Нам, конечно, столько не нужно. Половину этого хлебушка мы отдадим птичкам. Благо, что у нас тут рядом курочки. Ну и вот два счета. Один 19,70 почти на 20 лир. Второй 40 лир. Есть еще один счет, который мы оплачивали с карточки. Я его посчитаю сюда позже. Также мы делали и покупки в других магазинах. Помимо этого брали картофель по 1,75 за килограмм. Лук по такой же цене. Сок литровый по 4,25. Кола полтора литровая стоит 5,25. Молоко литр 3,75. Спагетти и вермишель 500 грамм по 2,95. Килограмм говяжьего фарша 50 лир. Ну и еще по мелочи. Там тимки всякие вкусняшки. В общем, по всем собранным чекам с магазинов у нас получилось 362 лиры за эту неделю. Ну и, конечно, мы ходили на рынок. Мы живем в районе Оба. И наш дом очень удобно расположен между двух рынков. Один из них по понедельникам в Обе, а другой по четвергам в Тасмуре. Поэтому мы частенько ходим на рынок по два раза в неделю. Это, кстати, очень удобно. Не покупать фрукты и овощи на неделю вперед, а докупать свеженькое, то, что хочется. На этой неделе на рынке мы покупали в основном помидоры по 5 лир за килограмм, хурму 8 лир за килограмм, бананы по 8 лир также за килограмм, зелень, укроп, петрушка, рукола по 1,5 лир за пучок. Также мы взяли килограмм чеснока. Сейчас он стоит 35 лир. Ну, конечно, килограмма нам хватит надолго. А вот цена чеснока дальше поднимется и может достигать 50 лир за килограмм. Еще мы покупали каштаны 25 лир за килограмм. И в общей сложности за два похода на рынок мы потратили 90 лир. Это сумма с избытком на трех человек. Мы покупали, что хотели и не экономили. Хотя те же помидоры можно взять не за 5, а за 3 лиры. Бананы не за 8, а за 6. Каштаны не за 25, а за 20 можно найти. И, кстати, сейчас я вам покажу, как мы жарим каштаны дома. Здесь работа уже идет полным ходом. Сегодня на кухне хозяйничаю не я. Каштаны у нас готовит папа. Для начала он делает соленую воду. Разводит пару столовых ложек соли в воде. И затем вот таким образом надрезает каштаны сверху крест-накрест. Затем все эти каштанчики у нас отправятся в соленую воду. Давай мы их туда и покидаем, да, наверное, уже? Их же можно сразу, вот сейчас уже надрезал, и сразу, в принципе, можно их в воду. Они там должны немножечко взять в себя соли. А для чего мы делаем надрезы, это отдельная песня. Первый раз, когда мы жарили каштаны и не знали об этом, целиком кинули их в сковородку. Они у нас взорвались. И не то чтобы на всю кухню, на всю квартиру. Сейчас мы уже стали умнее и подходим к этому детально. Ну, конечно, надо аккуратненько. Твердая у них шкурка? Да. Каштаны пропитались солью. Воду сливаем, немножечко их просушиваем. Здесь у нас уже в сковородочке разогревается масло. И сюда отправляем каштаны жариться. Крышка у нас тоже на готове. Сейчас самое главное, чтобы они у нас не разлетелись. Но надрезы должны от этого спасти. И на сковородке можно каштаны еще присолить. Ой, плакали мои чистота и порядок на кухне. И сковородка шкварчит, жир во все стороны брызжет. Но я думаю, что вкус жареных каштанов того стоит. Посмотрите, как они раскрываются. Выглядит очень аппетитно. Ну, уже практически готовы. Так, я думаю, что лучше их, наверное, все-таки накрыть. Итак, вкуснота неземная готова. Достаем. Кошмар печка какая. Жирная, грязная. Да, ну вот в этом, конечно, минус. Но выглядит супер, как аппетитно. Сейчас будем пробовать. За счет того, что мы разрезали их, они чистятся очень легко. Вот так вот снимаются. Ах, шкурка горяченькая еще. Ну, а дальше все съедобное и все очень полезное. Обязательно попробуйте. Получилось очень вкусно. Всем рекомендую. В сумме за 7 прошедших дней 612 лир. По сравнению с первой неделей месяца, когда мы потратили 1950 лир, это сущие копейки. То есть вторая неделя у нас практически в три раза дешевле первой. Ну, а за 14 дней, то есть за половину месяца у нас выходит 2562 лиры. Я предвижу вопрос, который может возникнуть у зрителей, не видевших первое видео, когда мы только начали производить эти подсчеты. Почему такая большая разница между первой и второй неделей? Объясню. Первая неделя месяца – это то время, когда мы производим основные платежи. То есть оплачиваем коммунальные услуги, айдаты, курсы у Тимура платные. И все это складывается вместе, получается приличная сумма. Но эти платежи, они растягиваются на весь месяц. Если вам интересны подробности, вы можете посмотреть видео на этом канале. Оно вышло в прошлый понедельник. Ну, а в следующий понедельник мы с вами подведем итоги третьей недели. Я, конечно же, понимаю, что вот, допустим, за эти две недели мы не покупали бытовую химию, одежду, обувь. И, естественно, что этих расходов нет в моих подсчетах. Я думаю, что мы с вами до этого дойдем. Но просто вот реально мне сейчас из этого ничего не нужно. Я пытаюсь параллельно показывать вам цены на те товары и услуги, которые могут понадобиться вам. Вы можете их сами добавлять в уже основные подсчеты, которые делаю я. Сегодня я вам озвучивала стоимость проезда, а также стоимость сигарет, алкоголя. Но я думаю, что такие отступления делать нужно. Пишите ваши комментарии, что вас еще интересует. Да, вы посмотрите, что делается, что творится. Какой сильный ветер, какие темные тучи. Сверкает молния сейчас, если получится, я вам сниму. Вы знаете, это мощь такая неописуемая, когда вот над этой горой, над крепостью Клеопатры, огромные молнии от неба до моря. Ого! У ветерок, конечно, непогода застала многих здесь. Сейчас на улице люди спешно домой убегают, уходят, уезжают. Кто на чем, кто на велосипедах, кто на машинах, кто на мотоциклах. Итак, смотрим на буйство стихии в Алании. Ждем молнию. И всегда, вот я замечаю, сначала сверкает молния, а потом разносится раскат грома. Ой, какой сильный ветер. У меня аж телефон из рук вырывает. Так, это интересно, там полиция остановилась, а то я без маски. Все, не могу я больше ждать. Тождь сильный начинается. Убегаю в машину, все, еду домой. Ну, без молнии, значит, мы сегодня с вами будем. Оставайтесь на моем канале. Я, конечно же, буду вас информировать обо всем, что происходит здесь, в Турции. И на этом хочу с вами сегодня попрощаться. Очень надеюсь, что погода нормализуется и не преподнесет неприятных сюрпризов. До свидания, уважаемые зрители. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok